Работник Света До поры до времени кажется, что тот, кто вредит, живет припеваючи, но на самом деле ему просто дают шанс на осознание и исправление. Ведь не зря рядом с ним оказался такой светлый человек. На самом деле это была помощь свыше, чтобы человек начал меняться, чтобы в большей степени осознал, кто он такой. Поэтому однажды происходит удар, и если человек ничего не проясняет для себя, то все повторяется в еще более суровом варианте. Но если совсем ничего не помогает, то светлого человека спасают от его мучителя, ставят подходящую именно ему защиту, либо в самом тяжелом случае просто ликвидируют обидчика. И тогда светлый человек получает свободу, хотя сам он никому зла не желает. Просто его миссия, его дело слишком важно для сил света. Опутать работника света сетями или преградить ему путь – это то же самое, что подписать себе приговор. Светлый человек еще и жалеть будет и себя винить, что не помог, не спас. Он за все происходящее чувствует свою ответственность. Он имеет глубинное знание о том, что все мы – единое целое, и все взаимно влияют друг на друга, как разные клетки одного тела. Поэтому вы, кто пытается навредить работникам света, не удивляйтесь потом, когда вас внезапно настигнет возмездие. Не просите Бога помочь вам, ибо от него, от Бога вы и получаете заслуженное наказание. Им, высшим силам, нужно сохранить своего светлого человека, ибо его роль необычайно важна. И вам дается последний шанс на осознание, иначе потом будет уже слишком поздно.